Я слышал истории о Netflix. Это правда то, что они говорят? Короче, теперь мы тут вместо Дуиад, йоу. Эй, чего кадры так быстро мелькают? Я не успел над Мерегольд посмеяться, а как нам уже Йеннифер показали. Ну вот опять. Это ты, что ли, Йеннифер? Когда-то Ведьмак был шикарной сагой. Но потом за него взялись Netflix. И понеслось. Я удивляюсь тебе, Гер. Тебе что, вообще ничего не смущает, а? Я боюсь и свою жопу. Правильно боишься, противный. Это же Netflix. Герой, беги из сериала. Пока не поздно. Так, я просила найти мне актрису Порватливия. Ну да, сойдет для начала. Я сильная и независимая. Эй, кто взял белую в сериал? Идите Гуталин. Вот так мы и живем, Геральт. Сегодня чернеет Гермиона. Завтра чернеет весь Бракелон. Вы че там, книгу вообще что не читали? Мама, ты нетолерантна. Сейчас же 21 век. Что бы ты ни выбрал. Это зашквар, Гер. Сила молнии, ударь опять! И как они, блядь, не научатся сериалы делать? What the fuck? What the fuck? Бомбануло! Бомбануло! Скорей беги, пиши коммента! Ко-ко-ко! Ох, ебись оно все в три прогиба! Привет! Думаю, я вас не удивлю, если скажу, что мы живем в неприятное время. В обществе уже давно процветает болезнь под названием толерастия. Не путать с толерантностью. Толерантных детишки — это когда, вместо того, чтобы показывать пальцем на черного и смеяться над ним просто потому, что он черный, я пройду мимо, даже не задумывавшись о том, что он черный. Ибо в наш век транспортных сообщений и полного расов взаиморастворения даже в самом небольшом городке, вроде моего, темнокожий человек, не бог весть какой персонаж. Ключевое слово «человек». Или, например, я не буду показывать пальцем на гея и орать на всю улицу, что он олицетворение порока и его надо изгнать из нашего благороднейшего сообщества. Потому что мне плевать, гей он или не гей. Притом, я не прекращу считать это извращением и болезнью. Однако, на мое отношение к человеку это почти никак не повлияет. Зависит от ситуации, конечно. Опять же, ключевое слово «человек». Мы все в первую очередь люди, а уж потом наши предпочтения или закидоны. И можно много возражать на этот счет, но в предыдущий цикл, во времена Советского Союза, этого гнусного совка маразотного в первую очередь был человек, а уж потом его национальность. Вы представляете, как эти звери жили, да? Одинаково относились как к москвичам, так и к корякам или грузинам или еще к куче остальных наших с вами разновидностей. Но, по крайней мере, на государственном уровне это пропагандировалось именно так. Уму непостижимо. То ли дело про цветающий Запад. Недаром же свои относительно недавние речи, относительно сотворения Земли, конечно. Морган Фриман вещал нам о 250 годах великой свободы. Согласитесь, как-то странно слышать это от человека, который, судя по возрасту, застал скамейки с надписью «Для белых», двери ресторанов с табличками «Собакам и неграм ход воспрещен» и прочие подобные унизительные моменты, закрепленные на секундочку, на законодательном уровне. Это все, конечно же, в прошлом, поэтому не считается. Спойлер. Нет, не в прошлом. Да, законы теперь подкорректированы, с заносом в другую сторону. А вот накаляемые десятилетиями отношения разных расштатов все еще бурлят, как говно на дрожжах. Знали бы вы, и сколькие жители демократии Лэнда нахуй увертели всю эту толерантность и демократию. А все почему? А потому что эти слова уже стали ругательными. В том числе для них. Вот взять ту же самую толерантность. Замечательное явление, напоминающее нам, что все мы люди и относиться надо терпимее друг к другу. Как завещал кот Леопольд. Однако уже долгие годы под прикрытием демократии и прочих толерантностей жителям штатов, а через них и всему миру, так как США являются на данный момент сильнейшей империей на планете. В плане влияния. В общем, всем вот под покровом толерантности и прочих демократии пропагандируется всякая дрянь, разъедающая любое сообщество. В том числе и их. Да, смеяться над геем нельзя, это просто неприлично, смеяться над людьми. И осуждать его прилюдно, вопрос спорный, зависит от ситуации. Но если он просто тихо живет и никому не мешает, не ходит, не рассказывает о своих увлечениях, скажем так, то зачем на него вообще кидаться, верно? Однако это не означает, что гомосексуализм это норма. Никогда он не был и не будет нормой. Не надо нам навязывать свое видение мира. Однако такой вот подменной понятий давно уже забиты мозги половины мира. Чернокожий тоже человек, да, и у него равные права с другими цветами кожи на роже, да, были. Теперь это клоунадов, которые черным все должны. Их права защищаются даже там, где не нарушаются. Видимо, чернокожие жители США были занесены в Красную книгу, раз их так рьяно кинули защищать вообще от всего и вся и пояснять всем, что они такая же часть общества. Согласен, пояснять надо, но им, тем, кто убивал их ради развлечений, держал в рабстве еще каких-то пара сотен лет назад. А мы-то здесь при чем? Мы ни в Америку, ни в Африку не вторгались, население не вырезали, в рабство толпами их не уводили. Почему мы не имеем права называть их неграми, при том, что они сами себя так называют? Да потому что все это давно пропитано лицеберием. Нет никакого равенства, нет никакой демократии, есть лоббирование своих интересов, растление общества и создание контролируемого, а в последние десятки лет, наверное, уже бесконтрольного хаоса на планете с параллельным зашибанием крупного капитала и получением серьезной политической поддержки населения. Почуяв это, голову подняли вообще все уроды, каких только свет видывал. Всякие феминистки, зеленые, веганы и прочие больные на всю башку люди, от людского рода заполучившие только тело, а не образ жизни. По образу жизни они паразиты, сосущие системы окружающих людей соки, живущие на пособии и вымогающие для себя благо, опираясь на пол или предпочтения. Нравственность, мораль, все давно пошло по п***е на алтарь толерантности. Вы не смотрите, что сейчас зоофилы и некрофилы все еще порицаемы, просто подождите пару десятков лет и все будет. Вам смешно? А собственно почему? Про геев пару-тройку десятков лет назад также говорили, что мол, да никогда, да скорее мир перевернется. Точно так же смеялись, и что теперь? Причем говорили они же, те, кто сейчас переобулись. Ну а до того, я вас уверяю, благородный господин знатно бы рассмеялся в лицо очередному Мартину Лютеру Кингу, скажи тот ему, что через несколько десятков лет чернокожие будут белых на юле вертеть. И ведь вертят. И безусловно, это не может не отражаться на продуктах нашей с вами культуры. Мне ли говорить, какой занозы в заднице является толерастия кинорежиссеров и игроделов? Ведь далеко не все придерживаются этих дебильных взглядов, но только вот система их часто душит и приходится идти на уступки, а некоторые видят в этом возможность получить дополнительную поддержку и прибыль. Вот, например, взять тот же Баттлфронт, где главную героиню сделали сильной независимой клише женщины. Только вот прогадали они, потому что феминистки и прочие орущие, ради кого все это делалось, играми не интересуются. Зато интересуются фильмами, поэтому Дисней хорошенько на них заработал, добавив страхолюдин в свои и без того с говном смешанные звездные войны. Сука, услышь я себя нынешнего лет 15 назад, сам бы себя задушил и нарушил бы временной континуум. Так о чем бишь я? Ну и вот, вы не хуже меня знаете, как это все теперь работает. Идет банальное навязывание. Вся индустрия в этом погрязла. В смысле, в игре Макс Пейн этот персонаж был белым? Ну и что, что был? А вот тут он будет черным в фильме. Что, черного там быть не могло? В США, в полиции, в 90-е. А, ну да, действительно, почему бы и нет? Опа, а вот тут у вас Гермиона была белая, теперь она негр. Погодите, но ведь в книге же она была белая. Как это белая нихрена? Вон даже Роулинг говорит, что не описывал ее белой. Стоп, да нет же, описывала. И всегда она была белой, и в фильмах тоже. А нам насрать, теперь она негр, что не могла она быть черной в теории, что ли? Ой, это что, у вас дриада, да? А давайте-ка они тоже станут чернокожими папуасками, а не лесными девами. Что, в славянской средневековой фэнтези лесные девы не могли быть негритянками с пиками точеными? Сука, да вы там что, в конец, что ли, охуя? Ээээ, чё это ты возмущаешься? Ты что-то имеешь против нашей толерантности и демократии? Может быть, ты террорист? Может, тебя вообще застрайкать и забанить, нет? Тогда заткнись и делай, как говорят. Ну, вот как-то так. На самом-то деле, именно так. Отсюда мы и получаем новый одиннадцатый сезон отличнейшего некогда сериала «Доктор Кто», почти полностью посвященный расовым притеснениям в США. Притом, речь идет о целой вселенной, но нигде никого больше, видимо, не притесняют. Хотя наверняка в это же самое время какие-нибудь протеане притесняют, например, Азари. И именно по той же причине новые сезоны «Легенд завтрашнего дня», а мало того, что и так, что не сезон, то все дебильнее, так еще и в ту же муру скатились. Ведь если есть путешествия во времени, значит, есть лишь две проблемы в мире. Это Советский Союз и притеснение меньшинств в США. Именно поэтому обрушились заработки западных ютуберов. И именно поэтому они теперь боятся слово поперек сказать, ибо многочисленные труды могут моментально смести в корзину. В миг из князев грязи разжалуют. То ли еще будет. Ну и давайте уже поговорим о Ведьмаке. Кстати, сейчас самое время написать. Видео начинается с такой-то минуты. Да, говноед, это я тебе. И напиши еще, что я вор, ведь я спер эту фразу асы. Ммм, кажется, у меня дежаве. Об этом ты тоже можешь написать. Ну так вот, вселенную Ведьмака я обожаю. Когда-то я за поем зачитывался книгами, рыдая в конце над... Ну, над спойлером, короче. И хотя я сначала поиграл в первую игру, а уже только потом прочел книги, то бишь я знал, что Геральд выживает, менее эпичной сагой от этого она не стала. И все же, какими бы грустными ни были некоторые истории, они должны заканчиваться. Как мир Аркс Фаталис, который не получил продолжения, поэтому остался в нашей памяти нетронутым. Как мир Даркс Уолл, с историей которого уже рассказана. Хотя в наше время даже до древних нетленок могут дотянуться волосатые руки коммерсантов. Что уж там говорить о довольно свежих хитах, вроде тех же «Темных душ». Ведьмака это тоже страной не обошло. Но этой вселенной дико повезло. За ее окучивание взялись в первую очередь творческие личности и уже во вторую коммерсанты. CD Projekt, которые дали миру Сапковского второе дыхание. Да и третье тоже. Самому же Сапковскому они дали поддых. Точнее, он сам себе смачно дал поддых, пытаясь дать им. Промахнулся, так сказать. Не веря в успех проекта, он взял не процент от продаж, а фиксированную сумму. А теперь вот бесится и вертится как уж на сковороде. Понять его, конечно же, безусловно, можно. Но, как по мне, Сапковский это очень талантливый писатель и умный человек. Но по характеру он свинья и гнида. Вот че хотите со мной делать? Так что я не удивился, услышав, что он поддержал проект от Netflix. Экранизацию Ведьмака. Видимо, опять-таки решил заработать, на этот раз правильно вложившись. Нет, пан, неправильно. Разумеется, проторенная CD Projekt'ами дорожка, устлана деньгами, не должна зарасти. Поэтому по горячему следу кинулись падальщики. В целом, мне сейчас несправедливо отзывать о Netflix. Уж падальщиками они точно не являются. Да и сериал по Ведьмаку это на самом деле замечательно. В теории. Просто у меня бомбит, знаете ли. Потому что толерастия. Потому что по ветру пускается канон и здравый смысл. Как и всегда. Да, дабы угодить всем этим паразитическим объединениям, вселенную корежат и утюжат. Страшно смотреть. И вот на днях... Стоп. Какой на днях-то? У меня часы, кажется, встают. Короче, в час икс вышел трейлер сериала «Ведьмак» от Netflix. Наверное, вы уже поняли, что я не был удивлен, так как все, что я там увидел, было предсказуемо. Хотя, конечно, тлела надежда, что раз сообщество отговорило их делать Цириллу Черной, то все не так уж и плохо, но... Да. Размечтались, как же. Предсказуемой была и реакция многих блогеров, например, Ашен Кьюнига. Единственное, в чем я с ним согласен, причем яро, это в том, что такую поделку можно считать альтернативной вселенной. На мой взгляд, не просто можно, а нужно. Потому что, как бы гипотетически профессионально не был снят сериал, он уже умышленно испоганил вселенную. Какая мне разница, насколько аутентично будут вести себя Дриады, если они уже черные? Толерастия ради толерастии, безумие, стыд, срам, блядство, разврат и наркотики. Я потерял нить. А, вспомнил. В общем, да, это лично для меня будет альтернативной вселенной, как в случае с комиксами по Дарк Соус, или проклятым дитя и фантастическими мразями, как Андромеда. Да только вот это для меня и для других фанатов. А технически-то издатель говорит, нет, это канон, ага. А, жрите, Гермиона, Негр, Меригульд, Негр, завтра еще Белоснежку сделаем черноземкой, почему бы и нет, ведь не против. Именно поэтому в одном из прошлых роликов я высказался на тему того, что фанаты имеют полное право решать, что лор, а что нет. Теперь уже имеют. В нынешнем-то бардаке. Ну что, давайте что ли трейлер проанализируем? Сейчас это модно, анализировать трейлер и еще называть ролики как-нибудь типа, что показали в трейлере. И еще, знаете, такой красной стрелочке указывает на какую-нибудь микроскопическую хуйню, которая не имеет никакого отношения к теме. Но, знаете что, давайте проверим, как это работает. Кликбейт, да? Ай, тоже себе такую сделаю. Просто так, для вида. Ладно. На самом деле трейлер мне понравился, и я не нашел в нем ни единого противоречия канону. Удивлены? Напрасно. Давайте вместе посмотрим. Итак, вот он, наш Геральт. Актер действительно подходит, без дураков. Плоский медальон, это даже ближе к канону, повязка нахер не нужна, это все мелочи, ребят. Самое-то главное, вот, вот, посмотрите на его мускулы. Да, именно так выглядит ведьма Геральт, описанный в фигах как суховатый. Как качок под стероидами, как ебаный лето из гулеты, морда как котлета. А? Ну разве не канонично, нет? Опачки, так вот, кто у нас приплыл раньше всех. Эльфы. Хе-хе-хе-хе. Извините. Ну тогда я даже знаю, откуда они приплыли. С какого, блин, бананового материка. Ребят, я знаю, что наверняка кто-то уже так и до меня шутил, но это не Дриады из Бракелона, это Нигры из Бруклина. Какого хрена у них пики точеные в руках вместо луков? Какого хрена на них папуаское тряпье вместо полуголых торсов? Как они вообще собираются маскироваться среди листвы с таким цветом кожи, а? Разгадка близка. Дриады почернели в угоду бедным угнетенным чернокожим, который, видимо, сам Нетфликс угнетал 300 лет тому назад. А одеты они в угоду феминисткам, которым плевать на канон, ведь показывать женщину без одежды – это сексуальная объективация. Уррр! И вот получаемый цирк Шапито. По канону? Ну, конечно же, по канону. Как же иначе-то? А это детишки Трис Меригольд. Да! А что? Что вам не нравится? Да ладно, Сапковский же нигде в тексте не упоминал ее цветка. Стоп, это из другой книги. Упс. Но какая разница? Так же толерантнее. Чего приуныли-то? Бу! Угадайте, кто это? Нет, это не делегация из эфира. Это Прингилья Виго, бывшая любовница Герванта из Лирии. Полагаю, не надо объяснять, по какому недоразумению в книге она была белая, потому что в книге все были белыми, мать твою. Как и не надо шутить про то, что при появлении Виго или Меригольд должен включаться какой-нибудь трек снабдога, не иначе. Так, а это что такое? Это что за безобразие? Почему цирила белая? Не канон! Лоли срочно перекрасить! О, заебумба. Кстати, как я понял, они синтезируют события книг и игр, действительно отпарывая некую альтернативщину с преферансом и куртизанками. Чёрными куртизанками! Спасибо. Например, тут явно видны отрывки из первой книги. Хм, это что, Йеннифер из Венгерберга? Ну, я даже не буду говорить, что она не похожа ни на книжную по моей фантазии, ни на игровую, но спасибо, что хоть не чёрная. Хотя, о чём это я? Это же неправильно! Принесите мне гуталин, пожалуйста! Во! Во! К слову, чё всё так кайфует от того, что, мол, удачно показали момент преображения чародейки. В книге, мол, на это ушло пару строков, а тут решили показать вживую. А в чём тут преображение? В том, что у неё был кариес, воспалением нервозуба, а теперь вот зуб вырвали и вставили такой же, только новый, и щека больше не спучивается, как оставленный на жаре на неделю пакет с кефиром. Это что ли преображение? И чего, что Йеннифер была горбатой? К тому же, чёрная и горбатая, это же идеально для всех лобби. Ещё бы глухонемой вот её сделать, тогда всё точно будет по канону. Опа-опа! Нет, детишки, это не дикая охота в не менее диких доспехах. Диких даже для дикой охоты. Даже Ольхи бы не додумались до такого дизайна. Где золотое солнце, я вас спрашиваю? Кто будет славить солнце? Где крылатые шлемы? Хотя, чего я удивляюсь отхождению от книги? Удивляться надо не этому. Нельфгардцев ведь вообще-то называют чёрными из доспехов. Но какая разница? Так почему, скажите мне на милость, белые тут чёрные, а чёрные белые? Что за дегенерат у них колористом работает? Всё сам, всё сам. Во, вот теперь канон, йоу. Нет, подождите. Ага, вот, вот, вот теперь канон. Эй, ядрить-переядрить. Ладно, ребят, я уже устал от своей клоунады. В трейлере есть лишь три положительных момента. Каст Цири, каст лица Геральта и последний кадр с нарисованным монстром. А теперь вспоминаем замечательный в кавычках сериал про Ведьмака из стародавних времён. Кто не знает или не помнит, посмотрите обзор Красного Циника. И давайте сравним его с этим сериалом. Цири там, не помню, была или нет, вроде была. Ладно, этот момент опустим. Геральт там был также шикарен. А вот монстры из Папье-Маше. Да, многие жаловались на убогую дешёвую графику. Ну вот, вот теперь она не убогая и не дешёвая. Рада теперь. Теперь понимаете, почему я люблю завершённые вселенные? Потому что к ним, как правило, не прикасаются. А вы говорите, Кузнецов испортил Ведьмака. То ли ещё будет. И проблема не только в том, что индустрия идёт этим пагубным путём. Через годы тенденции сменятся, и вся эта толерастия будет вспоминаться, как несмешной анекдот и дурацкий сон. А все эти киноленты, в кавычках, пойдут в мусорку, как артефакты мышления предков. Проблема ещё и в том, что зритель потакает. Даже те, кто считают так же, как я, вы же все пойдёте и напишите отзыв, что пофиг на канон, зато вау, как круто, битвы сделаны. И вас продолжат кормить таким дерьмом, потому что вам же вау. Индустрию спасу, только плохие отзывы и рейтинги. Только удар по рублю спасёт индустрию. Смотрите на здоровье, но не забывайте, что именно вы смотрите, и что оно из себя представляет в целом, а не только в вау-моментах. Если сцена со Скайуокером в восьмом эпизоде сделана шикарно, это не значит, что фильмы новой трилогии шикарны. Даже не близко. И я вам напомню, это ведь только трейлер. Дальше будет ещё хуже. Будут всплывать новые внезапные негры, геи и прочие азиаты, которых там быть не могло в принципе. Кроме геев, те там, кстати, были в каноне. Только не на каждом шагу, конечно. Ребят, будьте бдительны. А то скоро придётся на коленях просить, чтобы хоть одного белого оставили в фильме. Или игре. Хотя бы гея. Не теряйте заторы и надежду, и будьте благоразумны. А если любите ведьмака, играйте в трилогию и читайте книги. И, пожалуй, хватит. До встречи на просторах у Толинового Неверленда, детишки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова